Привет! Меня зовут Павел, я инженер технического центра ЗАНС, и я рад приветствовать вас на нашем новом вебинаре. Прошу ответить, как меня видно и слышно, и если все хорошо, поставьте плюсик в чат. Вижу плюсики. Спасибо. Друзья, сегодня у нас будет очень интересный вебинар. Представление проектировщика о требованиях к BIM-проектам очень размыто. И поэтому мы сегодня расскажем, какие нормативы регламентируют BIM-процессы, оформление BIM-моделей, какие из них обязательны, какие рекомендательны, какие документы добавляет государство, как они, в свою очередь, влияют на разработку BIM-моделей и как выполнить все эти требования, чтобы вероятность успешного прохождения экспертизы была максимальна. Сегодня с нами большой специалист в своем деле, человек с более чем 10-летним опытом проектирования и моделирования, BIM-менеджер, за плечами которого огромное количество проектов, выполненных для заказчиков из множества различных стран, директор и сооснователь профильной компании Synergy Systems Беленький Илья Алексеевич. Добрый день, Илья. Да, добрый день, Павел. Планируемая длительность нашего вебинара около одного часа. Как обычно, она зависит от вашей активности и количества заданных вопросов. Их я прошу писать в специальный раздел «Вопросы». Кнопочка находится справа вверху. Но наиболее интересные из них мы ответим по окончании выступления лектора. Пару слов о нашей вебинарной комнате. Здесь каждый может самостоятельно управлять громкостью лектора при помощи бегунка справа от его изображения. Можно открыть видео лектора или презентацию на весь экран специальной кнопочкой в правом верхнем углу окна. Чат слева внизу. Видеозапись этого вебинара через некоторое время будет опубликована на нашем сайте zans.com и на наших YouTube и YouTube каналах. Узнавать о других новых вебинарах вы можете в новостях на нашем сайте а также в группах в социальных сетях. Ссылки на них уже в окне чата. На этом моя вступительная часть завершена. И я передаю слово нашему лектору. Илья, подскажите нам, с чего начать? Что самое главное в оформлении BIM-модели? Да, давайте потихонечку начнем. Сегодня будет очень много различной информации, как общей мировой практики, так и исторических данных, почему какие-то документы или требования так сложились, так и требований, которые сейчас накладывают на нашу работу государство, экспертизы и заказчики. Сначала про слов хотел сказать о нашей компании. Мы с 2012 года занимаемся BIM-услугами и работаем на рынках США, России и Ближнего Востока. Тем самым смогли получить компетенции несколько раньше, чем они пришли в Россию. И понимаем, как процессы построены в других странах, понимаем, какие требования и каким образом помогают заказчикам выполнять задачи, которые они хотят выполнять в рамках использования BIM-процессов. На самом деле жизненный цикл информационной модели здания, он очень сложный, очень многомерный, и в нем большое количество участников. Для того, чтобы понимать, что именно происходит, желательно всегда его простраивать и понимать, на каком этапе какая информация, для каких целей и задач кому будет передаваться. Но начальное условие – это всегда требования. Соответственно, есть несколько уровней требований. Первые требования заказчика – это исходные требования как часть технического задания, которые, накладываясь на определенный проект, накладываясь на какие-то частные требования и технические задания, превращаются в требования для конкретного проекта, который уже исполняет непосредственно проектировщик. Давайте здесь их немножко с вами разберем. Это общемировая практика. Она во многом пересекается с тем, что происходит в России, но для того, чтобы у нас с вами было общее понимание и мы с вами разговаривали, я бы хотел все-таки о ней рассказать. Согласно ISO 19650, у нас есть несколько основополагающих документов, которые должны быть в любой организации, которые будут регламентировать работу с использованием технологий информационного моделирования. Один из них это OIR, требования организационной информации, которые содержат информацию для достижения цели заказчика. То есть это самый верхнеуровневый документ, который описывает просто, зачем вообще заказчик это все решил сделать, какие он цели преследует, что он хочет добиться тем, что он от вас начинает требовать исполнения BIM. Второе это OIR, это требования к информации об активах. То есть это какая информация, о каком оборудовании, о каких там элементах, аспектах модели будет храниться. Для того, чтобы понимать, опять же, как эта информация будет циркулировать внутри модели во время всего срока службы здания и сохраняться. Дальше это PIR, Project Requirements, это требования к информации уже о проекте, то есть которые непосредственно говорят о том, что и как должно быть в проекте. И как их результаты появляются PIM и AIM, то есть это вот похожие на PIR и AIR, то есть это требования уже непосредственно к модели на основании общих требований, потому что требования у заказчика пишутся не только на модель, а в целом на весь процесс. И все это вместе можно объединить условно, опять же. В принципе, в моем докладе будет много таких, не то что условностей, но обобщений для того, чтобы нам не углубляться с вами сильно в детали, для того, чтобы не терять основную нить, мы будем просто какие-то вводить такие рамки. Условно можно объединить в AIR. У AIR есть несколько расшифровок. До какого-то момента это было как Employee Information Requirements, как информационное требование заказчика, который непосредственно становился ключевым элементом требований. Согласно обновленным ISO, теперь это AIR Exchange Information Requirements, а как бы самый верхний уровень становится OIR. Немножко поменялось, но суть от этого глобально для нас с вами не поменялась. Это основные требования заказчика, которые описывают организационные процессы, процессы управления проектом и технические вопросы. Все эти требования описываются в рамках общей структуры заказчика. Они не относятся никакому проекту. Они не относятся к каким-то конкретным зданиям. Это самые верхнеуровневые документы, которые описывают то, какие цели заказчик преследует, какие результаты он хочет получить, какие стандарты он предъявляет, какие требования к координатам, к планированию работы, к софту, либо к формату обменоданным. Это самый верхнеуровневый документ. И в принципе EIR как информационное требование заказчика в России существует. У очень многих заказчиков они есть. Не всегда они детально разрабатываются, разрабатываются в совокупности с ОИРом, АИРом. То есть часто это просто скачаны документы, типовые шаблонные, которые номинально закрывают какую-то часть задачи. Но в любом случае это является основным документом. И практически всегда в дополнение к техническому заданию, в котором есть требования об исполнении BIM, цифровых информационных моделей, есть отдельный документ информационных требований заказчика, который как раз регламентирует то, каким образом это должно быть сделано. Дальше. И следующий документ, который нам тоже очень важен, и он на нас влияет, и тоже обязательно используется в России, как в общем и разной практике, это BEP, план исполнения проекта, Project Execution Plan. В России даже есть СП по требованию составления этого плана исполнения проекта. Но тут накладывается, опять же, мы об этом чуть позже поговорим, накладывается ряд факторов о том, что плана исполнения проекта, как термина, кроме в этом СП нигде нету, ни в градкодексе, и поэтому там даже экспозицию официально потребовать не может. Вы его передаете как добровольный какой-то андрей. Но в любом случае для заказчика, для исполнителя этот документ очень важный. Этот документ делится на две части, предконтрактный BEP и постконтрактный BEP. Предконтрактный – это вот такой шаблонный документ, который заказчик во время тендера передает потенциальным исполнителям, они его заполняют, и это, по сути, ответ на то, каким образом, согласно требованиям заказчика, подрядчик выполнит проект. После этого он дополняется, как-то там уточняется, и появляется уже постконтрактный BEP, который подписывается в комплекте документов вместе с контрактом. И BEP уже – это как раз объединение технического задания и ИИРа, то есть какие задачи ИИРа, какими методами будут достигаться, описывается в BEP. Там описываются, какие процессы будут, какие требования, там описываются, какие уровни должны быть в здании, на какие блоки должны быть здания разбиты, кто это будет исполнять, какие подрядчики с именами, фамилией. То есть это максимально детальный документ, который описывает все, что происходит в проекте. Если проектирование происходит в рамках одной компании, то, возможно, BEP там не столь краеугольный камень, но все равно нужный. То есть мы даже, когда внутри своей компании проектируем одни, мы все равно всегда берем BEP, чтобы все специалисты смотрели в одну точку приложения. Если же мы говорим про то, что у нас есть несколько компаний, то BEP становится вообще краеугольным камнем, и без него какое-то качественное выполнение BIM-проекта практически невозможно, потому что именно в нем описываются все процессы, что, как и почему. И это основные требования, которые есть в общей мировой практике, вот EIR и BEP. Давайте остаемся на них. Все остальные отладимы в сторону. Это два основных документа, которые всегда вы должны получить от заказчика, будь то зарубежный проект, либо российский. У вас всегда должны быть информационные требования заказчика и планы исполнения проекта. Если это коммерческий заказчик, у него свой, если это государственный заказчик, у них тоже есть, должны быть свои. В 22-м году было требование всех региональных министерств разработать такие требования. Многие из них это сделали. У кого-то эти документы достаточно большие, объемные, и описывают множество процессов, у кого-то это более простые документы, но так или иначе практически все министерства, все госзаказчики такие регламенты у себя разработали, либо разрабатывают. И также государство нам сейчас накладывает еще множество документов, но мы останемся пока на двух. Это представительство 331, которое говорит о том, что с 1 января 2022 года, то есть уже год как, даже чуть больше, все объекты с привлечением бюджетных средств РФ должны быть разработаны в виде информационной модели. Здесь очень важный акцент, я потом еще об этом скажу чуть позже, именно информационной модели. И следующий документ, это постановление 1431, которое описывает, что же такое информационная модель. Наверняка вы все слышали, что были множество изменений внесены, и сейчас вот опять-то что-то перенесли на 24-й год. Но если мы чуть внимательно читаем все эти документы, то есть 331 о том, что все должно быть в информационной модели, никто не менял. Оно плюс-минус так и существует. Все объекты с привлечением бюджетных средств должны быть выполнены в виде информационной модели. А вот 1431 несколько раз было изменено. В 2020 году в нем было написано, точную формировку, может быть, честно, не сформулирую, но примерно следующее, что все разделы, согласно 87-му постановлению, графическая часть которых должна быть выполнена в виде трехмерной модели. Что, по сути, от нас требует все разделы, которые есть в 87-м, и в которых есть графическая часть, выполнять в виде 3D-модели, то есть в виде BIM-модели. В 2022 году было изменение этого постановления, в котором было сказано, что вот именно это требование, там еще множество требований, мы не будем на всех останавливаться, наверное, о том, сегодня с вами очень долго здесь просидим, в котором было сказано, что именно трехмерная модель выполняется только, если об этом есть отдельные указания в техническом задании. То есть это по требованию заказчика. Соответственно, если заказчик коммерческий либо государственный говорит, что я, в принципе, ну, здесь к большему государству, конечно, относится, я этого не требую, мне можно и без 3D-модели, то вы останавливаетесь только на информационной модели, но ее выполнить все равно обязаны. А получается 3D-модель можно не выполнять. И как же определить, что такое информационная модель, а что такое цифровая информационная модель? Да, я здесь немножко отвлекусь. На самом деле, помимо вот этих там нескольких документов, о которых я говорю, есть огромное количество SP, которые регламентируют дальше нашу модель. Мы на них останавливаться детально не будем, мы разберем всего парочку из них дальше, но как слайд, вы можете посмотреть, какие документы, в принципе, сейчас в РФ существуют, и на PSP есть еще ряд ГОСТов, какие-то дополняются, какие-то изменяются, документов достаточно много, но обязательно к исполнению они, они, в принципе, все до мировольного применения, но мы сейчас про это еще тоже немножечко поговорили. И какое, в принципе, различие между цифровой и информационной моделью? Во всех документах вы увидите две формулировки. Информационная модель, им, и цифровая информационная модель, ЦИМ. Вот информационная модель, то, что обязаны выполнять все, в любой момент, то есть, если есть госфинансирование, им вы должны выполнить. Но им это просто графические текстовые данные по объекту, сформированные в виде определенного структурированного документа. И ЦИМ, как цифровая модель, как 3D-модель, является ее частью. То есть, у вас внутри има может быть ЦИМ, либо она может отсутствовать. Соответственно, если вы читаете свое ТЗ, либо какую-то тендерную документацию, если вы видите, что есть требования информационной модели, то совершенно не обязательно, что вам придется все делать в 3D. Но если вы видите требования цифровой информационной модели или формулировку, выполненную в виде трехмерной модели, или еще что-то, то значит, это обязательно будет в 3D. Здесь это важно понимать. Многие пугаются формулировки именно им, но сейчас любой гособъект обязан быть выполнен в виде информационной модели. А вот конкретно ЦИМ, как трехмерная модель, это по желанию заказчика, то есть конкретного. Сейчас, конечно, очень много госзаказчиков все равно это требуют, но уже со своими условностями и ограничениями. И какие требования у нас сейчас в РФ есть именно к ЦИМ? Мы остановимся теперь только на ней, потому что информационная модель, мы с вами поняли, что это просто совокупность файлов, определенным образом структурированная. И, в принципе, каждый из вас без проблем ее сможет собрать. То есть плюс-минус передавая документацию в экспертизу, вы всегда собирали какой-то комплект. Теперь он просто немножко отличается, там, минорные изменения. Вот. По требованиям ЦИМ у нас есть два документа. Первое – это СП-333. Это непосредственно правило формирования, хоть он называется информационной модели, но правило формирования цифровой информационной модели. Здесь, на самом деле, сейчас в России пока есть некоторая путаница с терминами и формулировками, потому что какие-то из них были приняты раньше, какие-то позже, какие-то менялись. Но он именно регламентирует цифровую информационную модель. Хотя и так как цифровая является частью информационной модели, то к ней он тоже относится, там какие-то моменты о нем говорят. И, как я уже сказал, он добровольного применения. Но любой СП добровольного применения может быть заменен каким-то иным документом, согласно, к сожалению, не вспомню документ, который это регламентирует, в котором сказано, что мы можем применять любой другой СП, СП, либо научное исследование, либо там СТУшка это может быть, либо еще что-то. Но, соответственно, так как документы, регламентирующие информационные модели, пока что в РФ не существует, то, по сути, СП-333 при выполнении цифровой информационной модели для нас является обязательным. И экспертиза от вас его потребует. Я там не раз обсуждал с многими экспертами, и все они говорят, да, это обязательно требование будет. Если вы не предоставите какие-то научные исследования, либо альтернативные СП, либо, может быть, попробуйте это через СТУ пропихнуть, пропихнуть, что это можно не выполнять. И второе, это классификатор строительной информации. Тоже такой неведомый достаточно зверь для многих, потому что с классификаторами, в принципе, в проектировании сталкивались очень немногие, чаще всего это сметчики, у которых давно есть там КСР, средства строительных ресурсов, которые там как-то интегрируются с ГЭСами. Поэтому давайте об этом чуть-чуть подробнее сейчас поговорим, чтобы было понимание, что такое. Для этого чуть идем в историю. Классификаторы на самом деле были созданы достаточно давно в мире. В 63-м году первые классификаторы появились, которые структурировали еще все до того, как появился в нашем понимании BIM, 3D и все прочее. Это была каталогизация документов и информации в объекте. То есть любой классификатор смотрит на одни и те же элементы объекта либо документы под разными углами для того, чтобы их структурировать в необходимом, удобном для человека виде. Соответственно, все ISO, все классификаторы, прошу прощения, делятся на два типа сейчас. Мы не будем обсуждать, какой из них хороший или плохой, почему они такие. Просто это, наверное, отдельная большая тема может быть. Мы лишь скажем, что есть классификаторы на основе ISO 12006 и классификаторы на основе ISO 81346. Это два разных ISO. Многие, большинство мировых классификаторов строятся на 12006. Российский КСИ. Вот, российский КСИ строится на 81346 частично. Вот, соответственно, сейчас вы видите различные примеры классификации, которые существуют. Слева у нас показана структура ISO 12126, справа ее отличие по 81346. И, соответственно, если мы посмотрим множество мировых классификаторов, там, допустим, ОМНИ-классы американские, ЮНИ-классы английские, ССИ Денмарк, КО-класс шведские, они, КО-класс, прошу прощения, он как раз уже 81346, они построены целиком по 12126. И московский классификатор, у московской экспертизы есть свой классификатор, который отличается от КСИ, и они его используют. Он тоже построен по 1206. А вот, например, КО-классы шведские и КСИ, они уже построены по несколько иному классификатору. Но суть одна и та же. Это структурировать всю информацию согласно определенным ключам, для того, чтобы иметь возможность ее дальше анализировать. В принципе, это все идет к тому, чтобы цифровизировать процессы и позволить различным структурам выдергивать локально ту информацию, которая им будет нужна. И видеть, как бы, модель, как базу данных, очень прозрачную. Соответственно, давайте здесь с вами как раз разберем, каким же образом мы можем выполнить совместно требования КСИ, которые у нас есть, и требования СП. Тут сразу же происходят небольшие наложения. Так как КСИ и СП разрабатывали две отдельные структуры, в них пошли небольшие разночтения, которые затрудняют работу, не делают и невыполнимые. Они просто немножко затрудняют. Я думаю, что в ближайшие годы эти документы все-таки как-то со собой состыкуются между собой, для того, чтобы их выполнять было удобнее. Но сейчас это требует определенного уровня BIM-компетенций, определенного уровня именно дата менеджмента, то есть как управления информацией, для того, чтобы это все выполнить. Соответственно, если мы с вами заговорим про КСИ, как про классификатор, там множество таблиц. Например, таблицы по помещениям, таблицы по типам зданий, таблицы по типам элементов, таблицы по системам, функциональным системам, техническим системам и так далее. То есть мы делим здания на различные структуры. АСП нам регламентирует, какие параметры для различных типов элементов у нас нужны. То есть, например, что для насоса нам нужен вот такой-то набор параметров, а для заземлителя вот такой набор параметров. Потому что они разные. И для того, чтобы в дальнейшем управлять, использовать этот объект на этапе контроля строительства, передачи в эксплуатацию, эксплуатации, мы должны какое-то количество информации за этим элементом сохранить. Но как нам определить, какую информацию, к какому элементу говорить? И как раз вот это вот объединение списка параметров в СП и классификаторов КСИ и дает нам ответ на этот вопрос. Но, к сожалению, СП в том виде, в котором оно сейчас существует, не накладывается на КСИ. Там внутри есть своя внутренняя структура, которая отличается от КСИ. И приходится дополнительно прикладывать усилия для того, чтобы вначале наложить КСИ на СП, а потом КСИ на элементы и, соответственно, притянуть параметры по СП. Это достаточно трудоемко, но вполне реально. И это является достаточно обязательной частью сейчас. Экспертизы, так как, в принципе, все эти документы требуются достаточно молодые, иногда дают какие-то поблажки, но в зависимости от того, что это будет за объект, какие будут требования. Это может быть очень детально. У нас был последний объект, в котором, то есть у нас все было полностью разделено, все параметры заполнены, экспертиза нас проверяла на соответствие тому, что все параметры, собственно, СП у нас присутствуют. Это достаточно много времени. То есть, в принципе, если говорить про исполнение BIM-проекта в плане наполнения атрибутикой, то если вы потратили, условно говоря, два месяца на моделирование, потом месяц на оформление документации, то вы еще где-то полтора месяца потратите на то, чтобы заполнить всю информацию. И это нужно понимать. Если мы говорим про эти процессы, разрозненно. Если мы говорим про то, что эти процессы у вас будут интегрированы, и заполнение информации будет происходить в процессе проектирования, оформления чертежей в процессе моделирования, то тогда эти сроки, конечно, можно сократить. Но в целом заполнение информации и, в принципе, атрибутивное насыщение модели это большой и сложный процесс. А вторая сложность, связанная отдельно, например, с классификатором, это неточная выведенность пока этих документов. Они еще молодые, развиваются, корректируются, дополняются. И, как пример, у нас в рамках нескольких таблиц может быть дублирование. То есть, как вы сейчас видите, допустим, у нас есть несколько типов классификации для розеток. У нас есть розетка открытой проводки, розетка скрытой проводки со своими классификаторами, и еще отдельно есть просто розетка. Или, например, автоматические выключатели. Как видите, у нас вообще пять разных классификаторов может теоретически подойти. Это в корне неправильно, потому что классификатор должен только одним образом иметь возможность классифицировать элемент в рамках одной таблицы. И, например, вот устройство заземления, опять же, оно только один раз появляется в этих таблицах, и мы стопроцентно его можем идентифицировать. Но множество элементов мы не можем идентифицировать однозначно, что влечет за собой сложности в дальнейшем использовании. То есть, представьте, когда, допустим, у нас очень большой объект, над ним работает 10 разных подрядных организаций, и все говорят, все обязательно нужно классифицировать свои элементы. И каждая из этих организаций классифицирует их по-своему. Ну, так, как они поняли, так, как это понял конкретный специалист. Соответственно, если мы попробуем собрать это все в единую базу данных, уже не как просто набор напечатанных чертежей или PDF чертежей, а именно как база данных, то, что собой, по сути, представляет цифровая информационная модель, то объединить это уже будет невозможно. То есть, когда классификатор нас должен защищать от того, что кто-то напишет автоматический выключатель и случайно поставит пробел в конце. Или, например, опечатается в каком-нибудь наименовании. Аббревиатура там HKD, да, она будет у всех идентична, потому что она не впечатывается, она там, ну, во всех продуктах выбирается из списка. То есть, загружается список всех классификаторов, и из списка прям выбирается нужный вам, который автоматически уже будет подтягивать имена и все прочее. Это сокращает возможность ошибок и упрощает возможность дальнейшего анализа всего этого внутри модели. И как же нам все это выполнить? Это большой вопрос. Это достаточно сложно, да. Но для этого мы должны все вот эти вот моменты, про которые мы сейчас говорили, интегрировать в наш процесс проектирования. То есть, мы должны начать заполнять классификаторы в процессе проектирования. Мы должны контролировать атрибутивное насыщение согласно классификаторам, понимать, что мы с ними делаем. Все параметры нужно привести в формат базы данных, то есть, внутри либо своей организации. Я думаю, в будущем это все-таки будет в рамках государства, но пока что это можно сделать только в рамках конкретных организаций, которые позволят вам не делать это по завершению. Меня слышно? Подвисло немножко. Да, все в порядке, Илья. Да, все отлично. Которые позволят вам выполнять эту работу не поверх вашей основной работы, что вы там 2 месяца, 3 месяца, 5 месяцев проектируете, а потом еще несколько месяцев сидите, разбираетесь с тем, как это классифицировать, что куда заполнить, чтобы от вас отстали эксперты и все остальные. Это невыгодно ни вам, ни им, никто этого не хочет. Мы должны интегрировать всю эту структуру, требования, которые у нас есть в СП, требования, которые у нас есть в КСАИ, в процесс нашей работы. Тогда это очень сильно упростит все, что мы делаем и позволит нам сэкономить дакоценное время. И как раз здесь переходим к требованиям экспертиз. Сейчас множество экспертиз имеет свои требования. Главгос со своими более чем 90 страниц документов. Московская экспертиза, Питерская экспертиза, Казанская, Новосибирская и еще множество экспертиз. В Свердловске большой мандат, в Сосской области, в Викторию, в частности. И здесь важно понимать изначально, в какую экспертизу будете попадать, когда вы готовите модель. Потому что процентов на 90, примерно, эти требования совпадают. Они как раз, вот то, что мы с вами говорили, вот ЕИР, требования заказчика, по сути, экспертиза. Сейчас видео все-таки пропал. Друзья, похоже, у нас временные технические трудности. Сейчас мы дождем селью. Алло. Илья, вы пропадали. Да, я вернулся. У меня на секунду вылетело, но очень долго вы меня не слышали все равно. Минутка приблизительно. Ага. Сейчас слышно, видно, да? Да, все отлично. Отлично. Вот, соответственно, как я уже говорил, чуть назад отойду, что требования экспертиз процентов на 90 похожи, да, но весь процент отличаются. Потому что их писали разные люди в разное время со своими особенностями, да, и со своим пониманием этих процессов. Так, например, в московской экспертизе вообще есть свой классификатор, да, поэтому вы должны их учитывать, и они как вот ИИР заказчика тоже на вас накладываются. То есть очень часто заказчики прямо сразу в своих требованиях ссылаются на требования экспертиз, либо еще как-то, да. И это важно учитывать, потому что все, что мы с вами проговаривали, требования по параметрам, требования по классификации, требования там по процессам. По сути, внутри экспертиз это все точно так же дублируется, но в понимании экспертизы. Алло, что-то опять со связью. Мы слышим, видим. А, отлично. Вот, вот, соответственно, вот таким образом нам важно на это обращать внимание для того, чтобы выполнить модель, экспертиза ее приняла, потому что у них есть какие-то свои особенности, возможно, и требования. Что же с оформлением чертежей? Сейчас официально по документам мы должны с вами отдавать IFC модель, как 3D, и PDF чертежи. Никакой связи между ними нет. IFC не позволяет нам прикреплять чертежи. Но у нас есть, опять же, требования, что все чертежи должны быть получены из цифровой информационной модели. И это важно. То есть мы должны отслеживать, что чертежи получены именно из цифровой модели. Каким образом это происходит? В каждой экспертизе есть свои требования. Там кто-то использует Solibri для этих проверок, кто-то там визуальные проверки. Но так или иначе, экспертиза всегда это увидит и найдет. Что чертежи получены не из модели. Вот. Есть различные дополнительные форматы. Там, например, форматы DWFX, XPS форматы, которые позволяют это проверять, но они не являются официальными для передачи. Если их заказчик не включает в ваше техническое задание как официальный формат для передачи. Также экспертиза может вас попросить, именно попросить, не потребовать, проприетарный формат, просто для того, чтобы что-то там посмотреть или провериться, если у них есть такой софт. Поэтому сейчас многие используют формат такой, что делаются сначала плоские чертежи, а потом по этим чертежам поднимается модель. Есть какие-то коллизии, какие-то нестыковки, отдаются отдельные чертежи, отдельная модель. Вот. И на каких-то этапах это даже проходит, но в ближайшее время, я думаю, это все начнет умирать потихонечку, да, потому что это, во-первых, двойная работа, которая съедает много сил и времени, и, соответственно, ресурсов. Во-вторых, при такой работе очень часто идут расхождения между чертежами и документацией, и моделью. И это не позволяет нам в полной мере использовать все преимущества в виде технологии, которые у нас есть. Одну секунду. Следующее – это XML-схемы, которые тоже от нас требуют менстрой и экспертиза. Если упростить, XML-схемы – это правило, по которым информация должна быть передана в виде XML. XML – это формат передачи данных в виде условной базы данных, набора элементов. Он описывает, какие там могут появляться элементы, какие атрибуты по ним могут быть, какими правилами они идут, каких они размерности, разрядности могут быть и так далее. На данный момент утверждена только XML-схема по сметам. Вот. Соответственно, сметы уже можно передавать в виде XML-схем. Там прикреплены даже сейчас ID-шники элементов. Но это тоже пока что достаточно новые технологии, достаточно молодые, которые… Вот. Соответственно, XML-схема позволяет нам передать информацию в том виде, в котором потом ее можно автоматически прочитать, проверить на соответствие там и как-то проанализировать. То есть не проверять вручную эксперту, да, а загрузить ее в базу данных, и она по определенным правилам пройдет проверку. Да, хотя бы на входящие какие-то параметры. Дальше уже эксперт там проверит корректность и еще что-то. А вот. В будущем, я думаю, XML-схема появится и по остальным разделам, да, то есть по правилам передачи и всем прочему. И во многих документах сейчас говорится, да, что вот определенные правила передачи будут применимы только после утверждения XML-схем. Но это пока еще в процессе, как только XML-схемы будут утверждены, нам придется это исполнять. Вот. И к чему это все, в принципе, нас ведет? Сейчас министерство, там, и главгосэкспертизы, и остальные госэкспертизы нас активно толкают в переход к цифровой трансформации. Это когда все процессы начинают работать в машиночитаемых видах с возможностью машинного обучения, анализов бигдата и так далее. То есть мы переходим из процесса бумажных чертежей в процесс того, что эта информация может как-то храниться, анализироваться и трансформироваться. Но, к сожалению, архитектурно-строительная отрасль в России, да и в мире в целом, очень плохо цифровизирована. То есть многие только-только перешли к оцифровке. Это когда мы просто аналоговые чертежи передаем в цифровом формате. То есть мы взяли PDF-документ, отсканировали его и отправили по почте. Это вопрос о цифровке. Да, и многие компании сейчас находятся здесь. Часть компании находится на цифровизации. Когда мы автоматизируем процессы согласно каким-то цифровым технологиям, а нас уже толкают дальше. Да, видимо, снова проблемы с интернетом. Но я думаю, сейчас к нам снова вернется Илья. Алло, слышно меня? Алло. Наверное, это вспышки на солнце мешают нам узнать больше. Алло. Я думаю, дополню слова Ильи про то, как много компаний находится на второй или третьей стадии. Мне кажется, еще больше находится на первой, на аналоговой стадии, когда еще даже с цифровкой есть проблемы. Алло, меня слышно? Да, Илья, мы тебя слышим. Да, давайте я попробую, может быть, не включать видео. Может быть, из-за него. Давай попробуем. Да. То есть, и нас сейчас толкают активно именно в цифровую трансформацию для того, чтобы государство и различные структуры могли иметь возможность обработки всего объема данных по проектам. И это требует от нас как раз разработки цифровых информационных моделей, использования классификаторов, использования стандартных атрибутов по параметризации, для того, чтобы получаемая информация от любой из проектных организаций, от любого региона, от любой экспертизы, приходила и хранилась внутри в едином формате, который может быть проанализирован как в рамках одного проекта, так и в рамках совокупности проектов, допустим, всех детских садов по региону, либо там всех школ, либо, например, еще чего-то. И это накладывает на нас определенные требования по созданию моделей. Вот. На этом у меня сейчас все. Тут можно много, на самом деле, еще говорить. Я очень надеюсь, что у вас будет большое количество вопросов. и я просто чуть глубже про них расскажу. Большое спасибо, Илья. Дорогие друзья, у меня для вас есть просьба. Я прошу вас ответить на три наших традиционных вопроса, которые мы всегда задаем нашим слушателям. Сейчас появятся они на ваших экранах. Самый первый, то есть получили ли вы в ходе вебинара интересующую вас информацию? Прошу вас выбрать ответ, либо да, либо нет. Да, вижу, большая часть получила, но те люди, кто не получил, если можно, я прошу вас в чате написать, именно чего вам не хватило, что бы вы хотели узнать. Да, было бы интересно, те, у кого ответа нет, возможно, мы сможем дополнительно ответить на их вопрос и помочь разобраться. Да, спасибо. Вопрос номер два. Планируете ли вы обратиться в ЗАНС за расчетом? Я напомню, что наш технический центр ЗАНС абсолютно бесплатно выполняет расчеты по молниезащите и заземлению, и в том числе и в BIM-среде. Поэтому вы можете нам прислать на электронную почту задания на расчет, исходные данные, и мы для вас с удовольствием выполним расчеты по молниезащите и заземлению. Так, вижу, да, есть у нас некоторое количество ответов. Спасибо. Так, ну и третий вопрос. На какую тему вы хотели бы послушать будущий вебинар? Вебинар может быть как и связанный с тематикой BIM-проектирования, так и с тематиками молниезащиты и заземления. Нам очень нужны ваши идеи, ваши потребности. Что вы хотите услышать, чего не хватает? Какие-то, может быть, специфические темы вы хотите послушать или какие-то общие вопросы требуют ответа с нашей стороны. Очень прошу вас написать темы в чат, если у вас есть такие идеи. Спасибо. Ну, а теперь давайте перейдем к вопросам от наших слушателей. Я начну, наверное, с тех вопросов, которые были наиболее ранними. Первый вопрос задал Владислав Григорьев. В SP333 есть некоторые элементы, где требуется внести параметр код KSI. Можно ли считать, что в SP333 интегрированы KSI? Ну, косвенно, вот конкретно поэтому, может быть, и да. Но там KSI – это большая структура, которая, опять же, говорит о том, что код классификации KSI строится из набора различных фасетных классификаторов, из набора различных структур классификации. И SP говорит как раз о внесении вот этого длинного кода, который является словокуплостью огромного количества таблиц KSI. Я же говорил про то, что не SP должно быть отдельный параметр, который просто хранит себе всю информацию в KSI, а должны быть отдельные структуры, которые позволяют нам упростить нашу работу, а не усложнить. Не знаю, насколько понятно здесь смог объяснить. Если нужно уточниться, или почти есть какой-то вопрос, чтобы я попробую развернуть чуть глубже. Сейчас попробуем. Тогда перейдем к следующему вопросу от Евгения Трошкова. Где прописано требование, что чертежи должны быть получены из модели? Эти требования прописываются в ТЗ, то есть очень часто оно приметит в ТЗ. И, опять же, если заказчик пишет, что выполнится правовая информационная модель, то мы попадаем на требование 1431, в котором прописано, что все разделы, согласно российскому постановлению, должны быть выданы в виде трехмерной модели, что нас автоматически заставляет экспортировать их именно из 3D. Спасибо. Следующий вопрос. Насчет расценок на PIR. Есть ли повышающие коэффициенты на биомпроектирование? Да, есть, но они достаточно сложно иногда бывают применимы, но в целом, если я не ошибаюсь, там порядка 18% именно на проектирование там есть на множество объектов. Спасибо. Добрался я до вопроса уточняющего от Владислава Григорьева. Это первый наш вопрос по поводу КСИ и SP333. То есть можно ли на основе SP333 добавить некоторые параметры, которые указаны в КСИ, но нет в SP333. И если назначить на самой ЦИМ модели элементы именно кодами КСИ, то он просто дает ссылку на этот классификатор, а не назначает параметр. Так и должно быть. Смотрите, КСИ не регламентирует сами параметры. В КСИ есть отдельная таблица по атрибутам, но это не совсем то. Соответственно, КСИ это структура. Если говорить про идеальную цирическую коня в вакууме, то у нас есть параметр КСИ, допустим, какой-то насос. В SP есть отдельный список параметров для насоса, где прописано, что насос, допустим, центробежный, имеет вот такой-то набор параметров. Для стадии проектирования такие-то параметры, для стадии строительства такие-то параметры, для стадии эксплуатации такие-то параметры. И мы идем от одного к множеству. То есть мы заполняем в модель параметры по классификатору и автоматически можем получить набор атрибутов. Поэтому здесь я не останавливаюсь на том, с помощью чего мы их получаем, какой софт нам это может дать, как это можно автоматизировать. Но в любом случае мы, назначая один параметр классификации, получаем набор атрибутов, которые у нас должны быть понятны, что заполнять их потом придется руками. То есть мы, наших заказчиков, иногда это вообще выгружаем в Excel-таблички большие, они это в Excel заполняют. Мы возвращаем это обратно в модель. Для того, чтобы иметь возможность структурировать эту информацию и эти параметры. Спасибо. Известно ли вам что-то по поводу изменений в постановлении 14.31, которое действует до 1 марта? Но до 1 марта у нас, как раз, действует то, что это по требованию заказчика. Но, скорее всего, это пока не изменится, и они не останутся в том же виде. То есть никаких предпосылок на изменения пока нет. Ольга Мельникова, проблема с настройкой IFC во время передачи для экспертизы, а проконсультироваться не с кем. Может быть, есть какой-то опыт именно в подготовке IFC-моделей для передачи в экспертизу? Да. Сейчас попробую подсказать. То есть действительно это большая проблема. И мы, когда там свои модели передавали первую в экспертизу, тоже потратили очень большое количество времени. Нам даже пришлось установить софт, в котором экспертиза проверяет наши модели, чтобы быть уверенным, что IFC откроется у них именно так, как у нас. Соответственно, здесь все зависит, опять же, от софта, в котором работаете вы, потому что каждый софт по-своему работает с IFC-IFC, в принципе, достаточно такой проблемный формат, потому что его постарались сделать максимально усредненным, то есть подстраиваемым под любой софт, за счет чего он множество информации теряет, у него множество условностей есть, которые не позволяют нам передать модели в том виде, в котором хотелось бы. В зависимости от того, какой у вас софт, практически у каждого бендера есть большие инструкции, как именно выгрузить. То есть, во-первых, у вас модель должна быть разбита на структуры, согласно которым у вас требуется экспертиза. То есть, если вы в экспертизу отдаете по разделам, то у вас должна быть отдельная модель OV, отдельная модель WK, отдельная модель OPA, ну, IOS, если мы говорим про экспертизу. Вот, если же там экспертиза у вас согласно приедет одной моделью, тоже может быть. Вот, вы, соответственно, модель должны будете разбить либо внутри на какие-то структуры, там, рабочие наборы в Revit, там, или на отдельные модели, или еще как-то. Вот, и после чего, опять же, вы должны настроить форматы макпинга параметров. То есть, какие параметры, для каких элементов у вас должны будут уйти. И это вот тоже отдельная большая проблема, на которую мы, не знаю, несколько недель, наверное, потратили, чтобы ее решить, когда мы создавали структуру, по которой элементы IFC модели получат только те параметры, согласно SP333, которые для них регламентированы. Чтобы у нас в элементе не было там 10 тысяч параметров, и все пустые, только три заполнены. А чтобы, кликнув на элемент, эксперт видел только три параметра, которые необходимы ему сейчас для проверки, и он это анализировал. Да, к сожалению, это большая проблема, но, насколько я знаю, многие экспертизы идут навстречу, их эксперты подсказывают, помогают по форматам передачи, или хотя бы говорят, что они будут сразу проверять и смотреть, и на что вам обратить внимание при экспорте. Ну, то есть, никаких зафиксированных требований, в каком виде передавать IFC в экспертизу не существует? Нет, просто у каждой экспертизы они свои. Они немножко отличаются. То есть, то, каким образом, то есть, например, формат IFC, там есть разные версии IFC. Да, у всех они немножко отличаются, они могут отличаться у заказчиков, у ТЗ. Тут вот какого-то единого подхода, что вот сделайте так, и все у вас будет замечательно. Нет, это вопрос работы вашего бим-менеджера, который, собрав и аккумулировав все эти документы, документы и знания должен понять, как ему это все собрать. Ну да, или сначала поговорить с экспертом. Да. Что ему нужно. Понятно. Вопрос от Дмитрия. Как быть с разделом EOM? Все схемы горща формируются на чертежных видах? Да, по сути, есть, опять же, зависит от того, каким софтом вы пользуетесь, да, там есть иногда как-то электро, который неплохо все это делает, и да, все схемы как бы формируются как плоские, но они имеют связь с физической моделью. Даже на тот же Revit есть плагины, которые одной кнопкой вашу модель превращают в схему. Да, она необходима к небольшой доработке. Мы как-то также с Павлом проводили вебинар по этому вопросу. В принципе, наверняка у них где-то можете отойти. Что позволяет нам это передать? Но это так или иначе какой-то такой вот переходный период между полной цифровизацией и все-таки плоскими видами. Потому что то же самое 87-го постановления нам говорит, что, допустим, раздел вентиляции мы можем передать только в виде однолинейных схем. Но если мы говорим, что однолинейные схемы должны быть получены из модели, и мы еще и должны отдать спецификации для осмечивания, то нам гораздо проще сразу проложить все трассировки, откоординировать их, потому что координацию тоже экспертиза у вас проверит, что у вас нет коллизий. И уже проще сделать это все целиком. В этом плане, например, питерская экспертиза пришла к выводу, что они все гособъекты требуют в объеме рабочего проектирования сразу же. Какие-то все еще говорят, что нет, надо по 87-му стадии П и все. Но я думаю, что в каком-то обозримом будущем большинство экспертиз перейдет на практически одностадийное проектирование, которое позволит модель сразу выполнять в полном объеме. Потому что модель физически разделить на стадию П и Р практически невозможно. Спасибо. Юрий Потапов. При выполнении электротехнической части первичны плоские схемы и расчеты. Как сделать схемы из цифровой модели? Модель для электриков подключается в середине пути. Сейчас. Я просто читал вопрос, где ты читаешь, и зацепился за вопрос. Я одну секундочку просто его прокомментирую. Пока мы найдем. Почему вы говорите про Revit и что он запрещен к проектированию в России? Revit не запрещен к проектированию в России. Формат, который мы обязаны передавать, это IFC. И в чем мы сделали нашу модель, абсолютно неважно. Revit не продается в России. Это другой вопрос. Но если вы его покупаете, как структура не российская, в Казахстане покупаете, еще где-то покупаете, вы имеете право в нем работать. Revit не запрещен. Если кто-то говорит, то тогда и Windows у нас запрещен. Это тоже зарубежный, но если мы откажемся от Windows, то, к сожалению, мы вообще не сможем работать. Поэтому тут особой проблемы нет. Повтори, пожалуйста. При выполнении электротехнической части первичны плоские схемы и расчеты. Как делать схемы из цифровой модели? Модель для электриков подключается в середине пути. Согласен. Здесь вопрос уже подхода. То есть, например, наши электрики сначала делают укропленные схемы, чтобы там что-то согласовать, потом собирают модель, модель рассчитывает, получается все свои параметры, там кабельные трассы модель просчитывает, и после этого перевыдаются схемы. То есть, это вопрос подхода внутри компании конкретно кабеля. Но, в принципе, вам никто не запрещает создать принципиальную схему полностью в плоскости, вот так в автокаде вы ее делаете, а потом просто перенести ее в модель. Это тоже будет работать. Спасибо. Так. Сейчас я попытаюсь разобраться еще. Да, вот есть свежий вопрос от Александра Бутакова. Что за требования к разбивке модели? Уверены? Сказать точно СП и пункт можете. Я не спец по Ренго, но вроде бы там все разделы выполняются в одной модели файле. Тогда, согласно вашему утверждению, проекты Ренго не соответствуют требованиям СП и главгосэкспертизы. А, нет, смотрите. Согласно требованиям СП и вы должны, и в СП, я могу сейчас попробовать найти этот пункт, вы должны передавать модели именно в AFC, согласно разделам. И вы также в Ренго можете просто оставить на виде только нужный вам раздел и экспортировать в AFC только его. То есть, опять же, и в Ревити вы можете так сделать, и там в Allpline, и в Avivy, и еще где-то, неважно где. Как собрана ваша модель? Это то, как вам удобно. Вопрос то, в каком виде передается AFC для экспертов. Я пока буду там искать параллельно. Если найду, успею, пока мы разговариваем, я вам об этом, ну, то есть, сошлюсь на этот пункт. Вот. Здесь именно вопрос того, что экспертиза должна видеть каждую модель. То есть, вы передаете комплект документации, там, IOS 2, и вы должны передать модель IOS 2, для того, чтобы эксперт мог ее открыть и с ней как-то работать. Потому что эксперт, тут вся модель, целиком мне нужна. А это в последнее разбиение модели на составные части. То есть, в принципе, даже не экспертиза. Любой заказчик, чаще всего, у вас так будет требовать. Спасибо. Друзья, если у вас появятся вопросы к нашему лектору после проведения вебинара, вы всегда можете их прислать нам на электронную почту info.zans.com с пометкой «Вопрос лектору». И мы всегда транслируем ваши вопросы нашим лекторам. Ну что ж, я вижу, что вопросы у наших слушателей закончились. Илья, большое спасибо. Мне кажется, эта тема, она достаточно, ну, скажем так, должна развиваться в будущем. Она естественным образом будет приобретать все более четкие очертания. Эти требования, они должны все-таки приходить к каким-то единым, к единству какому-то. Очень надеемся, что все-таки так будет. Через пару лет, я думаю, раньше вряд ли. Большое спасибо. Большое спасибо всем слушателям. Илья, тебе большое спасибо. Спасибо. Приходите, снова приходите к нам на вебинары. Всегда мы анонсируем будущие вебинары на нашем сайте zans.com в разделе «Новости». Вы можете также узнавать про будущие вебинары в специальном разделе на нашем сайте «Ближайшие вебинары». Ждем вас на нашем сайте и ждем вас на наших вебинарах. Приходите. Да, Павел, я нашел, но одна из ссылок в SP33, таблица 11.4, правила наименования файлов модели, где каждый раздел отдельно, то есть ПЗУ, АР, КР, КЖ, КМ, В и так далее делятся отдельно. Это правила наименования каждой модели. Александр, надеюсь, вы получили ответ на свой вопрос. Ну что ж, если нечего добавить, большое вам спасибо. Приходите снова на наши вебинары. Всем большое спасибо за внимание. До свидания. Спасибо, Павел. Спасибо. 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 Спасибо.